Отдельно стоящие дома, из которых бойцы простреливали улицы, становились крепостями. Вечером 27 сентября сержант Яков Павлов получил приказ осмотреть дом облпотребсоюза, стоявший в 100 метрах впереди позиции пехоты. Дом был прекрасным наблюдательным пунктом и хорошей площадкой для обстрела противника. Из него открывалась панорама города на запад, север и юг в радиусе километра. Красноармейцы очистили здание. Вскоре на помощь разведчикам Павлова прибыл взвод лейтенанта Афанасьева. Когда немцы осознали свою потерю и пошли в атаку, их встретили плотным огнем. За 58 дней последующих боев обороной дома руководили разные командиры. Но так уж вышло, что за зданием закрепилось имя сержанта. Первыми домом Павлова здание назвали артиллеристы, отмечая его на своих картах. Как дом Павлова он значился и в донесениях и приказах по армии. К дому проложили подходы, соединяющие с мельницей и с соседним зданием, захваченным лейтенантом Заболотным. По ним прибывало подкрепление. В стенах проделали амбразуры для ведения огня. Подходы к дому заминировали. Бойцы быстро освоились на новом месте. В квартирах осталось много вещей, нашелся даже патефон. Правда, уцелела лишь одна пластинка. Но в перерывах между боями с немцами, которые предпринимали попытки любой ценой отбить дом, над руинами плыла музыка. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова